Ребята, тема сегодняшнего урока – точение металла. Но для того, чтобы приступить к изучению сегодняшней темы, нам надо повторить устройство патекарного стандартного V6. Для этого вам понадобится смартфон из доступа в интернет. Вам понадобится сканировать QR-коды, которые у вас на верстаках, и перейти по ссылке и выполнить задание. На это задание вам дается 3 минуты. Все выполнили задание? Да. Хорошо. Теперь поднимите руку, у кого все правильно. Хорошо. Паша, подойди к станку и покажи согласным заданию все элементы станка. Номер один – это сканина. Номер два – это правая тумба. Номер три – это левая тумба. Номер четыре – это электродвигатель. Номер пять – это кнопочная станция. Номер шесть – это крупная подача. Номер семь – это крупная скоростей. Номер восемь – это патрон. Номер девять – это центратель. Номер десять – это верхняя станция. Номер 11 это верхний номер суп, это суп, номер 12 это парка спорта, номер 13 это задняя парка, номер 14 это ходовый винт, номер 15 ходовой балл. Хорошо, представьте. Ребята, мы повторили с вами устройство токарно-отрезанного станка, и мы приступаем к изучению новой темы, точение металла. Ребята, первое, что мы начнем, это проверка производственного материала по теме пополнения станции цилиндрической формы ручными инструментами. Значит, для того, чтобы мы проверили тему, мы будем использовать карточки, которые я вам раздал на ресторанхоз, чтобы у вас не надо. Значит, вам нужно обретить правильную последовательность изготовления цилиндрической стали и расположить в определенном порядке, который на доске. То есть первая, вторая, третья и передали операции, чтобы готовое изделие появилось и оказалось в центре этих карточек. На это задание у вас 3 минуты приступаем. Так, все сделаны? Хорошо, теперь давайте возьмем и проверим все эти операции. Значит, вот правильная последовательность изготовления этих операций. Посмотрите, сравните свою или эту. Так, хорошо, проверили. Теперь, ваша задача, с обратной стороны карточек, то есть вы их переворачиваете и пишете, что это за операция и какие инструменты применяем для выполнения этой операции. Значит, на это задание у вас 4 минуты приступаем. Итак, все написали, да? Теперь я показываю на операцию, вы говорите по порядку начинающей гидры, что это за операция и какие инструменты применяем. Так, первая операция. Выбор изготовки, применять инструменты, рулет. Рулеты, хорошо. А передней заготовки или ножовка? Ножовка. Третья операция. Это разметка, ну, наготовки, как раз, что выполняется. И что еще мы применяем? Рейсмус. Рейсмус, хорошо. Следующая операция. Это передавание формы. Как операция называется? Кто скажет? Стравание. Стравание. Какой инструмент мы применяем? Фурбан. Фурбан. Следующая операция. Я передаваю струбан, я тоже использую трубан. Хорошо. Следующая. Шлифование или заготовки. Кто поправит? Зачистка. Это зачистка. Зачистка, затопка. Какой инструмент применяют? На фирме. Правильно. Следующая. Это будет зачистка шкуркой. Полаживание неровностей материала. Хорошо. Последняя операция? Фурбан. Это контроль качества. Может использоваться рулеткой или штанг-церковой. Штанг-церковой. Хорошо. И в конце мы готовы. Теперь давайте закрепим все эти операции. Сейчас один человек выходит на доске и показывает операцию, и говорит, что это за операция и инструменты. Кто будет отвечать? Миша. Хорошо. Ходи к доске, показывай. Хорошо. Хорошо. Первая у нас субра заготовки. Это ровеска. Вторая у нас будет пиление. Инструмент ножовка. Третья это разметка, рейсмус, циркуль и карандаш. Четвертая. Человек-пятая это строгание. Это будет рубанок. А шестое это скобление. Это будет напильник. Седьмое это у нас будет шлифование шкурка. Восьмое это у нас будет контроль качества. Штанг-церковый. И девято это готовое изделие. Хорошо. Присаживайтесь. Итак, сейчас я переверну доску с правильными и полными ответами. Вы проверяете. Значит, первое, выбор заготовки линейка валетка. Второе, пиление ножовка. Третье, разметка рейсмус, циркуль. Четвертая, пятая, строгание рубанок. Шестое, зачистка напильник. Седьмое, шлифование шлифовального шкурка. Восьмое, контроль качества. Линейка штанг-церковый. Хорошо. И теперь мы поступаем к изучению новой техники для этого устройства токарного станка мудрив-синий. Сописываем текст. Ребята, мы сегодня с вами прошли тему группы комменталов. Но для того, чтобы обобщить, самосиливать знания по этой теме, мы с вами создадим класс, который называется «Комментал». Значит, я вам раздал карточки, пилки с элементами уроков, которые мы прошли. Вам необходимо будет составить согласно вот этой сцене «Классно». Значит, делается это все по парам. Один человек подходит к ребенку и все вставляет на один вопрос. Значит, это будет Миша. Прошу. Преступаем к работе. На выполнение работы 3 минуты. Миша, мы забили все основные этапы уроков, которые мы прошли. Миша, мы забили все основные этапы уроков. Способы. Какие? Практическая работа. Практическая работа. Практическая работа. Практическая работа – это конечный метод, да? Значит, пальцем, Боже, назови. Какие виды ударов на ногтем? Кистевой, лечевой и локтем. Хорошо. Альцом Баралинский, какие инструменты приспособления используют? Молоток, тиски, правильно, при тазу, мелодина, крови. Хорошо. Какие есть способы уроки сажения? В тисках, на ногтем и на правильном теле. Хорошо. Миша, спасибо. Присаживайся. Так, значит, мы еще и повторили эту тему. Сейчас мы будем выступать в практическая работа. Продолжение следует...